Мы с вами начинаем такой небольшой вебинар, онлайн семинар, который посвящен работе в Project Online. Он продолжает серию таких же семинаров. Они были уже и по методу критической цепи, и по критическому пути, и по работе в Project Online. И вот сегодняшняя наша тема посвящена настройке полей, то есть возможности в Project выполнить те расчеты, которые, может быть, штатно не предусмотрены, но зато под это есть какие-то пустые поля, какие-то функции, есть возможность добавлять формулы. И, ну, возможно, заставить Project вычислять то, чего он изначально делать не умеет, так, чтобы не приходилось доставать калькулятор, так, чтобы не приходилось там часто экспортировать эти данные в Excel и вести учет в двух разных файлах. Вот, можно в том числе это сделать в Project. Итак, у меня есть некий график проекта, и вот на его примере можно посмотреть некоторые дополнительные настройки, которые позволяют сделать Project. У этого семинара нет, конечно, цели дать исчерпывающую информацию по поводу настройки полей. И, скорее, это задача такого обзора возможностей, потому что не исключено, что когда-то вам пригодится добавление своих расчетов, своих вычислений, это и расчеты, связанные со временем, это и, возможно, просто какие-то дополнительные текстовые признаки, дополнительная информация. Это может быть и вычисление про деньги, если ведется учет бюджета проекта, ну и так далее. Из того, что приходилось встречать на практике, ну, бывает так, что вот администраторы проектов или руководители проектов, короче говоря, те пользователи, которые работают с графиком, они создают довольно сложные модели вычислений, бывают даже примеры, когда Project, по большому счету, перестает быть Project. Хорошо, спасибо большое, да, коллеги подсказывают, что слышно хорошо. И начинает работать не по тем правилам, не по тем сценариям, которые в него изначально были заложены. Иногда это просто десятки настраиваемых полей, довольно громоздкие конструкции, в том числе отображение на графике. Но кое-какие примеры мы тоже с вами давайте посмотрим. Итак, простой график проекта. Несколько задач. Есть суммарные задачи, обычные, есть ресурсы в этом проекте, назначенные на работы соответствующие. И у ресурсов все как положено. Там стандартная ставка указана. Вот, кстати говоря, в стандартной ставке сейчас отображается символ валюты, который в последних версиях Windows поддерживается. Это наши рубли. Ну а в текущей, на этом рабочем месте нет. Ну, дело такое, да, можно символ валюты тоже поменять. И вот, что мы могли бы захотеть в подобном проекте дополнительно вычислить. Давайте посмотрим. Итак, у меня есть набор задач, которые связаны между собой хронологической последовательностью. Соответственно, штатно-стандартно проект берет на себя ответственность по вычислению дат начала, окончания задач, исходя из отношений предшествования последования, связи между работами заданной, и исходя из тех длительностей, которые мы ввели. Но мы можем для решения задач, допустим, оптимизации сроков проекта, сжатия расписания, можем довольно существенно изменить принцип учета времени. Мы сейчас видим, что проект длится 60 рабочих дней. Начинается 7 декабря, заканчивается 26 декабря. И намочные участники присоединяются. Ну и, соответственно, может быть, мы когда-нибудь захотим весь проект или какие-то отдельные работы выполнять по, например, другому графику. Вот у меня есть задача, которая называется интеграция. В нее прилетают оба модуля, они влияют на сроки выполнения этой задачи. И сейчас по длительности эта работа 20-дневная, 20 рабочих дней. У нас дата старта 1 февраля, дата окончания 26 февраля. Это вычислил проект. Вычисления он эти выполняет, напомню, по своим правилам. И в первую очередь проект для вычисления вот этих дат обращается к диалоговому окну сведения о проекте, смотрит на тип планирования, видит, что планирование проекта от даты старта, от даты начала. Ну, соответственно, смотрит, когда начинается задача. Хранит проект даты не в таком формате, в котором они отображаются для пользователей. И, ну, тем не менее, мы там можем отображать как удобно для себя. Вот он посмотрел, что дата начала является ответственностью самого пользователя. То есть он обеспечивает правильное вычисление даты начала любой задачи в этом проекте. Соответственно, эти даты вычисляются на основе, ну, как раз предшественников-последователей. Ну, а дальше он должен понимать, сколько длится эта работа, для того, чтобы посчитать, когда она начинается, заканчивается. Вот он смотрит в параметр длительность задачи. 20 дней. Для него слово «день» – это так многозначная интерпретируемая величина. То есть он может под словом «день» не он, точнее, а пользователь, руководитель проекта, может понимать разные величины. У кого-то он 8-часовой, у кого-то 12-24-часовой и так далее. И поэтому следующее поле, вот после сведения о проекте и поле «Длительность», следующее поле, куда обращается проект, это на вкладке «Файл», диалоговое окно «Параметры», раздел, который называется «Расписание». И вот в меню «Расписание» есть такой подраздел «Параметры календаря». Он смотрит, по какому принципу запланированы длительности, какова емкость вот таких многозначных интерпретируемых единиц измерения длительности, понимаемых именно в этом проекте. Вообще длительность вводится в 5 единицах измерения, минуты, часы, дни, недели, месяцы. Ну и, соответственно, сейчас длительность задана днями, и он смотрит, сколько часов в дне, какова емкость вот этого понятия «день», сколько часов в дне он должен учитывать. Ну, видит, что это 8 часов, здесь все стандартные настройки дефолтные оставлены в этом графике, и, соответственно, он умножает 20 дней на 8 часов и получает величину в часах. На самом деле, проект расчет времени ведет для себя в минутах, но, собственно, он же не заставляет нас длительность в минутах задавать, да, мы можем и днями, и месяцами оперировать, но просто он должен понимать, сколько минут на самом деле в каждом дне. И вот сейчас он понимает, что это 480 минут в каждом дне, ну, соответственно, 20-дневная задача, исходя из заданной пользователем на основании отношений предшествования даты начала, он вычисляет дату окончания. И вычисляет он ее на основании того рабочего графика, который влияет на расчет сроков этой задачи, то есть на календарь. И, ну, так просто напомню для тех, кто это знает, календари в проекте применяются по отношению к проектам, по отношению к задачам, по отношению к ресурсам. Здесь есть все. Есть календарь проекта, есть календарь ресурса, ну, а календаря задачи, кстати говоря, пока нет. Вот тут вот бизнес-аналитики, разработчики, руководители проекта, они назначены на работу, и, ну, собственно, никакой специальный график работы этой задачи не применен. Нет, ни у одной из работ календаря задачи. Обычно на таких развернутых курсах по проекту мы детально разбираем, как настраиваются эти календари, соответственно, как они приоритизируются в графике проекта, и выясняем, что наименьшим приоритетом обладает календарь проекта, и, скорее всего, он выполняет функцию просто такого базового календаря для ресурсов, занятых в этом проекте. То есть такой общий знаменатель, общие выходные дни, рабочие, праздничные дни для людей, которые работают на этой задаче. Следующим приоритетом обладают календари как раз трудовых ресурсов. Вот у бизнес-аналитика, разработчики, руководителя проекта, которые назначены на эту задачу, ну, собственно, проектный стандартный календарь как раз является базовым календарем. Здесь, повторюсь, дефолтные настройки не изменены, поэтому это просто там 8-часовой рабочий день и суббота, воскресенье, выходные, это 5-дневная 40-часовая рабочая неделя. И на самом деле на расчет срока вот этой задачи сейчас интеграции влияют именно календари ресурсов. Они могли бы быть разные, они могли бы даже противоречить друг другу, соответственно, тогда проект искал бы пересекающееся общее рабочее время. Если бы не находил, он для каждого ресурса определял бы свое время выполнения этой задачи, исходя из этого уже рассчитывал бы вот эту вот дату окончания. Но наивысшим приоритетом обладает календарь задачи именно. И если по отношению к этой задаче я сейчас применю какой-то другой график работы, да еще скажу в свойствах этой задачи, что не надо учитывать календари ресурсов при планировании, у меня, конечно, пересчитаются даты начала и окончания. То есть я говорю, что мне надо игнорировать, если я не установлю флажок, то, конечно, project найдет общее рабочее время в календаре задачи, в календаре вот этих ресурсов. Но если я попрошу его игнорировать в календаре ресурсов, то тогда у календаря задачи будет наивысший приоритет. Но я вот, пожалуй, так и сделаю. Например, я хочу вот эту задачу интеграция планировать по 24-часовому графику без учета календарей ресурсов. Потому что мне важно, чтобы задача выполнялась в свои сроки. Ну и, естественно, она изменяет свои даты. То есть project их, конечно, само собой пересчитал. Само собой здесь появился в индикаторах, появился значок календаря, примененного к этой задаче, и появилось сообщение о том, что бизнес-аналитик, разработчик и руководитель проекта круглосуточно работать не хотят. Но, тем не менее, общая длительность этой задачи, она не поменялась. Как было 20 рабочих дней, так и осталось. А даты расчетные, они, естественно, изменились. Ну и суммарная длительность проекта, она тоже поменялась. И вот один из вопросов, который довольно часто звучит от пользователей, как посмотреть, да, ну сейчас понятно, почему там 20 дней, с 29 января по 5 февраля успевают выполниться, да, потому что в три смены работают люди, получается. Как вычислить календарное время в проджекте, которое, ну, собственно, штатно никаким полем не вычисляется. Сделать это можно как раз за счет настраиваемого поля. Ну, первая задача, например, нам надо календарное время вычислить. Да, не 20 рабочих дней, а мне надо прям разницу между 29 января и 5 февраля к календарным временем. Разницу в том числе для всего проекта между 7 декабря и 5 февраля на временем окончания проекта, чтобы это было не 44,13 сотых, да. Вот, собственно, какое количество рабочих, не рабочих календарных дней помещается в этот промежуток. И, соответственно, мне надо настроить поле, да. Вкладка «Проект», «Настраиваемое поля» даст мне доступ к интерфейсу с настройкой всевозможных дополнительных каких-то вычислений. И в этом диалоговом окне первый переключатель, который мы определяем, это то, какой объект будет характеризовать это поле. Вариантов у нас три. Это может быть поле задачи, поле ресурса или поле проекта. Поле проекта, как вариант, бывает доступным тогда, когда мы подключаемся из Project Professional к серверу. Вот тогда мы можем там корпоративные настраиваемые поля создать для проекта, который характеризует сам проект. Код заказчика, например, или какие-нибудь индикаторы отклонения по проекту, или что-нибудь еще. Ну а в локальном Project Professional нам доступны задачи и ресурсы. Для назначений вот таких настраиваемых дополнительных атрибутов в Project нет. Скорее, атрибутом каждого поля, которое настроено, может быть развертывание для расчет, для строк назначений. Одно из существенных, на мой взгляд, ограничений настройки полей в Project в том, что эти поля бывают только агрегированные, то есть это только столбцы. Конечно, хотелось бы, возможно, когда-нибудь в будущем иметь возможность настраивать и повременные поля, которые отображаются где-нибудь в использовании задач, в использовании ресурсов, посмотреть, как распределяются по периодам времени те вычисляемые величины, которые мы присвоили соответствующему полю. Как они с накоплением формируются по какой-то задаче, или по назначению, или по ресурсу, неважно. Но такой возможности нет. Вот только то, что мы в бытовом языке привыкли называть просто столбцами. Ну, столбцы. Соответственно, для задачки, для ресурсов свой набор. Параметр, который мы должны указать для каждого поля, это тип данных. Затраты отображаются валютой проекта, даты, тем форматом даты, который мы установили в свойствах, в параметрах этого файла. Длительность в той единице, которую мы установили в параметрах, в свойствах файла. Ну, если никакой специальной установки нет, то берутся дефолтные настройки. Дата начала, дата окончания – это тоже даты. Они вычисляемые, и для них применяются немножко другие правила. В отличие от полей дат, здесь можно применять в окончании и в начале математические операторы, и можно в том числе отображать на графике. Флаг – это да, нет. Число – это число, понятно, текст – текст. И кодировка справочника – это текст с иерархией. И, ну, соответственно, вот таких вот там затрат для задач – 10 штук, для ресурсов – 10 штук, текстовых полей для задач – 30 штук и для ресурсов – 30 штук. Итого 130 полей всего для вот этих вот двух объектов и для вот этих всех типов данных. Мы вычисляем календарное время. Очевидно, что тип данных будет длительность, и характеризовать мы этим календарным временем будем именно задачи. Ну, соответственно, я выбираю объект задачи и тип данных длительности. Длительности не так много, как текстовых полей или флаговых. Флаговых числовых – 20 штук, а длительности только 10. Ну, соответственно, для того, чтобы Project понимал, что это поле содержит какие-то данные, важные для пользователя, его надо не забывать переименовывать, тогда он будет включать его в паспорт самой задачи, в сведения о самой задачи. И вот, например, мне надо название поля «Календарное время». Я его называю. Собственно, поле создано. Мы его не создаем, естественно, мы его просто переименовываем. И добавить на экран я его уже могу, причем по двум названиям. Project понимает и по названию «Календарное время», и по названию «Длительность 1». Он знает, какое на самом деле имя у этого поля, но это настраиваемое поле. Но мы хотим добавить сюда какие-то вычисления. Пока это поле свободного года, то есть я могу сама какие-то параметры задавать, но это не очень интересно. Поскольку мы переименовали это поле, соответственно, в сведениях о любой задаче на вкладке «Настраиваемые поля» это поле появилось. Если оно редактируемое, то можно прямо здесь его редактировать. Но мне нужна, конечно, настройка этого поля. Соответственно, я возвращаюсь в «Настраиваемые поля» и в «Настраиваемых атрибутах». Для полей, ну не для всех доступны разные атрибуты, но в частности для поля «Длительность». Можно оставить это поле полем свободного года. Можно задать какой-то справочник, выпадающий в список с конечным перечнем значений. Можно задать какую-то формулу. Меня сейчас интересует, конечно, формула для этого календарного времени. И во внутреннем интерфейсе, внутреннем диалоговом окне формулы для этого поля есть на панели инструментов перечень математических логических операторов и есть набор функций, которые, в принципе, поддерживаются в «Проджекте». В справке к «Проджекту» на офисном веб-узле есть описание всех этих функций с тем, какое значение каждой из функций возвращает, соответственно, какой синтаксис правильный, какие из аргументов этих функций являются обязательными, какие – необязательными, и что куда должно попасть. Может показаться, что вот этих вот функций много, но на самом деле какая-то часть из них, они так крайне редко используемы, ну, по крайней мере, редко встречается расчет, редко это смягчить, если встречается расчет, например, тангенса или синуса, это такие математические расчеты, или, например, какое-то рандомное число, для чего бы нам могло понадобиться случайное число, да, случайный выбор, или абсолютное число. Есть ряд функций, преобразующих какое-то выражение, которое содержится, например, в штатных полях, преобразующие в какой-нибудь специфический формат даты, или извлекающие из даты какую-то часть, например, там, мне надо из сегодняшней даты извлечь исключительно номер месяца в этом году или номер года, да, ну и так далее. Есть специальные функции для расчета даты и времени, собственно, такая функция мне понадобится сейчас, и функции даты и времени, функции преобразования, вот эти вот ProchDateConf, ProchDureConf, да, это ConversionDuration, да, и ConversionDate, ProchDateAd, ProchDateTIF, они собраны в отдельный раздел, да, Microsoft Project, это вот такие чисто проджектовые функции, которых, собственно, нет нигде, и они реагируют на настройки самого вот этого текущего файла. В дате и время, да, тоже есть возможность, например, отображение даты в каких-то очень специфических форматах. Мы все время говорим, что Project там расчет в секундах не поддерживает, но отобразить дату с секундами тоже очень сложно представить себе, когда это могло бы понадобиться. Ну, так чисто теоретически можно, да, можно воспользоваться текущей системной датой или текущим временем, или только датой без времени. Да, это функции Date, Now, Time. Можно, не знаю зачем, тоже таймером, вот, например, функция Таймер, рассчитать количество секунд, которое прошло с полуночи. Вот Project тоже ведь ведет счетчик текущей даты у себя внутри. Ну и так далее. Есть несколько текстовых функций. Какие-то, на мой взгляд, более полезные, какие-то менее полезные, и, скажем, 100% вот этого функционала вряд ли вообще будет использоваться. Ну, какие-то основные посмотрим. Дата и время. Мне сейчас надо вычислить календарное время как разницу между двумя датами, но по особому, наверное, принципу, по особому календарю. Соответственно, из функции мне понадобится расчет разницы между двумя датами, это ProjectDateDiv, между началом, окончанием и по специальному календарю. В качестве дата 1 я могу подставить дата начала задачи, вместо дата 2 вставка поле дата, окончание задачи. Эти аргументы можно, ну, если соответствующий формат поддерживается, можно с ними производить какие-то, повторюсь, там, математические, логические операции. Ну, мне просто разница между двумя датами сейчас нужна. Если бы это были числовые поля, их можно было бы на что-то умножить, разделить, там, и так далее, внутри вот этой вот функции. Аргументы могут быть конкретными, то есть не полями, которые содержат там какую-то информацию в нашем проекте, а просто число, допустим, подставить, или конкретную дату, например, я там хочу вычислить разницу между началом задачи и, не знаю, там, 25 января 2019 года. Такое тоже может быть. Аргумент-календарь в этой функции, он не обязательный, но именно в моем случае и мне придется его создать. Значит, просто удалю его, чтобы можно было посмотреть, что Project вычисляет разницу между датами. Если календарь удаляется, то в качестве календаря, в качестве принципа расчета будет использоваться календарь проекта. Окей. Project, да, спрашивает, готовы ли мы к тому, что потеряем данные, которые были перед этим в поле. Ну, перед этим там не было ничего. Окей. И я вижу, что вот сейчас, ну, как бы расчет такой же, как и по обычному рабочему графику. Почему? Потому что точно так же в этом поле, как и в обычном поле длительность, Project сейчас берет стандартный календарь. А мне надо настроить, очевидно, такой календарь, который считал бы, учитывал бы все дни, как рабочие дни. Да, и я могу это сделать в диалоговом окне изменить рабочее время, создать просто новый календарь или копию стандартного, или новый базовый. Его назову тоже, например, календарное время. И единственное, что мне надо сделать, да, вот он все дни с понедельника по пятницу здесь учитывает, как настоящие, те, которые участвуют в расчете. Мне надо точно с такими же настройками сделать еще и в субботу и воскресенье. Соответственно, я по умолчанию субботу и воскресенье просто без там долгих комментариев тоже делаю восьми часовыми. С такими же настройками работы, как и в обычные рабочие дни. Окей, календарное время у меня называется сам календарь. И вот теперь я могу его в формулу для этого поля просто подставить как аргумент. Ну, соответственно, через точку запятой последний необязательный аргумент и в кавычках название самого календаря. Календарное время. Календарь 24 часа здесь не подойдет, потому что он трехсменный, он круглосуточный, а Project по-прежнему считает, что в дне 8 часов. Окей, еще раз окей. И вот я вижу, теперь, собственно, календарное время. Я вижу, что где-то оно совпадает, а где-то нет. Я вижу, что вот эта интеграция, она на самом деле за 6 дней выполняется. Ну, вот таких вот, да, без учета выходных дней. 13 сотых это еще один час. Где-то там появился разница между вот этими датами. Даты тоже можно отобразить с часами, с минутами. Но у меня пока нет расчета в суммарных строчках. Его тоже можно добавить в настройках вот этого поля длительность. Расчет для суммарных строк задачи групп. Сведение мне здесь никакое не подойдет. Ни сумма, ни минимум, ни максимум. А вот переключатель использовать ту же формулу, что и в несуммарных строчках. То есть тоже посчитать там разницу между датой начала и датой окончания. Вот это, пожалуй, подойдет. Вот я вижу, сколько календарных дней длится мой проект. Ну, вот какая-то такая задача, которая бывает время от времени всплывает. Можно попробовать воспользоваться такой тоже специальной функцией. Она есть и в Excel, и в Project. функции DateDiff для решения по сути той же задачи. Делать я это буду, ну, например, например, числовым полем. Число 1. В настройке полей просто можно попробовать использовать другую формулу. Это поле число 1, я его переименую. Ну, тоже назову, например, календарное число, астрономическое время. Календарное число, оно отличалось по названию от календарного времени. И попробую ту же задачу, просто другой функции реализовать. Это тоже функция, тоже дата и время. Но если сейчас использовалась функция ProjectDateDiff, чтобы Project по своим сценариям, с учетом, допустим, того же календаря, который является важным параметром для расчета дат, вычислял, то в этом случае я воспользуюсь функцией, которая называется DateDiff. Здесь несколько аргументов, интервал, дата 1, дата 2, первый день недели, первая неделя года. Первый день недели, первая неделя года мне не нужны, поскольку я не дату сейчас вычисляю. И вот эти два аргумента, они тоже являются необязательными. А вот интервал Data1 и Data2 это обязательные аргументы. И в качестве интервала можно подставить выражение, поддерживаться этим аргументом, выражение, отображающее, что я хочу посмотреть в разнице между датами, интервалов, каких я хочу посмотреть в разнице между вот этими двумя датами. И допустимые значения здесь, ну, например, дни. Но если я подставлю аргумент дни, то я посмотрю разницу в рабочих днях. Я могу подставить тот интервал, который мне нужен для решения моей задачи, отображается он вот такими календарными днями. Это не year, это такой календарный день, как это называется, во всяких комментариях к настройке проекта. Если бы мне понадобилось, допустим, вычисление какого-то количества лет между двумя датами, то аргумент выглядел бы вот таким вот образом. Месяцы туман, это просто буква M, ну и так далее. Мне сейчас нужны вот эти календарные дни. Давайте попробуем, сработает или нет. Date div, интервал, интересующий меня календарные дни, ну а собственно даты, даты те же самые, начало и окончание задачи. Начало и окончание. Я собственно могу сразу же для суммарных строк использовать ту же формулу. И вот посмотреть. Видите, есть небольшое отличие в расчете вот этого числового поля. Во-первых, здесь нет сотых долей, во-вторых, где-то project рассчитывает разницу на один день. Техническая задача, конкретную задачу взять календарным временем это 12 календарных дней, а вот этим числовым полем это 11. На мой взгляд, верный расчет в этом первом поле, а не во втором. Во втором неверно, потому что project же берет просто разницу, он же числовое значение вычисляет как разницу, ну и соответственно он из 18 вычел 7 и получил 11 и забыл о том, что 7 это не число, а 7 это день, который собственно тоже должен быть вычислен, должен посчитаться. Поэтому, ну например, можно, тут можно было бы все это разнообразить дополнительными функциями, которые забирают только целое число от значения. можно попробовать разнообразить, ну вот так вот совсем, плюс 1 день добавить к вот этому вычислению. 60, ну тут тоже неправильно, тут надо смотреть, чем мы чем мы жертвуем, более или менее вот так вот, все с интеграцией надо еще посмотреть внимательно, в каком случае для нас более корректное вычисление. 6,13 сотых мне почему-то больше нравится, чем 8, ну и в вехах тем более. Соответственно, для того, чтобы правильно вычислялось это поле, его надо снабжать дополнительными функциями. Надо говорить о том, что если поле является вехой, то тогда 0, ну можно, да, хотя бы вехи убрать тоже в этой формуле. Функция общая if выражение. Если поле, поле, флаг, да, веха, вот, если веха, если истина, то 0 дней, а вот если ложь, то вот это вся красота. Собственно, вот эти вот общие функции, они очень похожи на то, как это выглядит в Excel, вехи, ну и так далее. Дальше, дальше, дальше. Дальше можно подумать, что с вот этой интеграцией делать, значит, просто не буду тратить время, тоже еще какой-нибудь, возможно, if добавить, который уберет вот этот вот расчет плюс один день, да, понять, почему он, собственно, таким образом это вычисляет. Ну, такая простенькая задача, или так, или так решается. Хорошо, дальше, что еще можно настроить? Это из вот таких часто встречающихся вещей, какие-то из этих полей, мы там рассматриваем на обычных курсах по проекту, какие-то не рассматриваем, ну, например, из того, что может быть нужно, все валюты поправлю, потому что символ валюты смущает, немножко рубль, да, не может быть просто, ух ты, просто рубль. Вот так вот. Хорошо, например, у меня есть там некий пул ресурсов, и хочу я эти ресурсы распределить по подразделениям компаний, или распределить по компетенциям, ну, то есть, снабдить их каким-то текстовым признаком, и, возможно, это не просто текст, а текст с иерархией. Ну, такое поростое поле, настраиваемое поле для ресурса, конечно, проект услужливо подставляет такой объект ресурс. Тип данных в этом случае, который мне нужен, кодировка справочника. Это текст с иерархией. 10 штук кодировок переименовать. Модель компетенции или орг структура. Здесь в качестве настраиваемого атрибута использую, и только он, всех остальных настроек в принципе для кодировок справочника нет, используется атрибут подстановка, то есть, собственно, выпадающий список с каким-то конечным перечнем значений, и вот сюда я могу иерархическим списком вот эту подстановку задать, внести. Например, у меня есть несколько крупных служб в компании IT, HR, служба и так далее. Финансовый отдел, экономический, производственный. И в каждую службу входит по несколько подразделений, несколько отделов. Например, отдел IT. Допустим, пусть будет внедрение разработка. отдел HR. Например, подбор обучения. Отдел связи с общественностью. Например, реклама и выставки. И так далее. Короче говоря, я задаю иерархические отношения между элементами. Вот в этой таблице подстановки. Таблица подстановки для кодировки справочника и для текстового поля настраивается почти одинаково за одним исключением. Для таблицы подстановки определяется в том числе, сказано, что необязательно, но пока у нас был один уровень иерархии, было необязательно. Определяется маска кода, потому что как только я сообщаю о том, что внедрение разработка это часть большой структуры IT, Project перестает воспринимать эти значения вообще. То есть, если я попытаюсь сейчас закрыть вот этот интерфейс настройки таблицы подстановки, он мне просто скажет, что недопустимые значения. Ну, значит, придется. настроить маску кода. Через изменить маску я вижу в внутреннем диалоговом окне определение маски кода, что маска задана только для первого уровня иерархии, то есть IT, HR, PR он понимает. Второй уровень не понимает пока. Но поскольку я задаю второй уровень не латиницей прописанной, не ABC, не строчными, не цифрами, не 1, 2, 3, 4, 5, своей кириллицей, причем это какой-то разный набор символов, внедрение, подбор на разная длина. Соответственно, последовательность знаки, длина любая, ну и разделитель точкой. я оставлю как есть. Окей. Все, перестал проект возмущаться, гореть красным вот эти значения, он понял, как они кодируются. Можно показывать уровни в таблице подстановки или не показывать, если не показывать, то выпадающим списком будет без отношений иерархических. Использовать значения в качестве значения по умолчанию, но применяться это будет только к новым ресурсам, которые будут сюда добавляться. порядок отображения по номеру строки, вот как здесь введены, или по алфавиту. Понятно, что мне по номеру строки подходит. В параметрах ввода данных разрешать или не разрешать ввод дополнительных элементов, ну я, например, не разрешаю, да, мне надо, чтобы вот это был такой перечень значений. И разрешить коды, выбирать для ресурсов коды, не имеющие подчиненных значений, это чтобы никому нельзя было IT, HR и PR присвоить. Ну я, допустим, не буду этот флажок устанавливать. Окей, еще раз окей, и добавляем вот эту вот орг структуру, кодировку справочника, сюда в лист ресурсов, соответственно, могу бизнес аналитика, ну, например, сюда отнести. Руководителя проекта в целом к службе IT, то есть я не запретила себе выбирать коды без подчиненных значений, поэтому разработчик к разработке относится, тестировщик к разработке относится, системный администратор к внедрению относится. Ну и, соответственно, могу теперь использовать вот это поле как дополнительный фильтр, как дополнительное средство подготовки отчетов и так далее. Ну, вот тоже такая кодировка справочника, текстовый признак, который можно и ресурсам, и задачам присваивать. Дальше из того, что еще тоже встречается. У меня могут быть работы, на которые назначены больше одного ресурса. Вот у меня, например, та же интеграция есть, где есть и бизнес-аналитик, и разработчик, и руководитель проекта. И частенько бывает, спрашивают пользователей, как можно в проекте обозначить ответственного, кто он, собственно, с кого спрашивать за вот эту вот задачу. На поле название ресурсов включает в себя перечень всех ресурсов, включая их загрузку на этой задачи, и поэтому для наших целей не подойдет. В проекте, вообще-то, мало кто знает, но вообще-то, есть поле, которое как раз и соответствует вот этой задаче. Называется оно контактное лицо. если посмотреть, определение столбца имя лица ответственного за задачу может отличаться от назначенного ресурса. Это просто текстовое поле, то есть я могу там в интеграцию написать, что это бизнес и так далее. Я не буду писать. Бизнес-аналитик. Но возможно, в некоторых случаях хотелось бы не просто писать, не просто там копировать, вставлять вот эти значения. Опять же, выбирать их из выпадающего списка. Ну, под такие задачи не грех настроить дополнительное поле, текстовое. Тексты у меня все пока пустые, не занятые поля. Мой поле, например, текст 1. В настраиваемых полях я сообщаю, что название этого поля ответственное. ответственное. Окей. И как бы такое же текстовое поле, как и вот это контактное лицо. То есть, никакой дополнительной ценности нет. Но зато в это поле, сколько оно настраиваемое, я могу добавить такой же атрибут, как и в оргструктуру. Подстановка. А, соответственно, в качестве таблицы подстановки, чтобы не заполнять ее вручную, воспользоваться тем перечнем значений, которые у меня есть в названии ресурсов. То есть, этих же людей взять и сделать подстановкой, сделать выпадающим списком для этого поля. Иду в настройку этого поля. Атрибут подстановка. И я просто там скопировала, здесь вставляю этих руководителя проекта. Бизнес-аналитика, разработчик-тестировщик и системного администратора. Здесь нет никакой маски кода вот в этом интерфейсе. Но тоже есть возможность, допустим, использовать значения по умолчанию для новых задач, как-то по-другому отсортировать, разрешить или не разрешать дополнительные элементы в поля. Здесь меньше хлопот с таблицей подстановки. Этот атрибут применен по отношению к полю, соответственно, я могу теперь не просто руками писать, могу говорить, что за интеграцию отвечает, например, руководитель проекта. и за техническое задание тоже о разработке разработчиков. Ну и так далее. И тоже использовать как дополнительный фильтр, настраивать в том числе свой фильтр какой-нибудь, и использовать для подготовки таких развернутых отчетов. Хорошо, что еще может быть из таких ну или не часто встречающихся, но интересных задач, или наоборот время от времени попадающихся из простых функций, которыми вы, возможно, сможете и захотите воспользоваться потом в ваших проектах. Тоже мало кто знает, что вот эти текстовые поля в проекте можно преобразовывать. Самый такой примитивный вариант преобразования это изменение регистра, потому что у нас там в поле там уже название задачи или ответственные, или название ресурсов может быть прописано кем-то там не очень аккуратным пользователем все вперемешку и вот мы, например, хотим создать дополнительное текстовое поле, ну теперь это уже текст 2, ну допустим я его назову верхний регистр. Тременно вот. это тоже формула и это такая очень простая функция текст uppercase. Соответственно в качестве аргумента мы в эту функцию подставляем поле, ну например, какое-то, да, любое текстовое поле, например, поле названия. Окей. верхний регистр или нижний регистр можно сделать дополнительно это будет уже поле текст 3. Тоже может быть кому-то пригодится переименую в нижний регистр. Собственно тоже формула, тоже функция. Она тоже текстовая вот так вот она называется. Нижний регистр собственно маленькие буквы. В качестве аргумента тоже поле названия текстовое. Ну окей. Верхний нижний регистр. Нормально. Что еще можно было бы такого хорошего посчитать. Ну например у нас есть расчетное поле штатное в проекте. Затраты. Проект в эти затраты сводит стоимость использования ресурсов на задачу. Для каждого ресурса определена стандартная ставка, определен объем работ. Ну и исходя из этого посчитано, что интеграция стоит 296 тысяч. Разработка 168. Но такие опытные пользователи проекта знают, что есть еще дополнительное поле, которое называется фиксированные затраты. Это параметр задачи. То есть у ресурсов, у назначений фиксированных затрат не бывает. И это затраты задачи никак не связанные с ресурсами. Это редактируемое поле. я могу или в него внести какую-то дополнительную сумму, которую хочу добавить к стоимости разработки, или саму разработку взять, поменять, 170 тысяч поставить. У меня 2000 уйдет фиксированная затрата. Ну или здесь добавить например 6000. Ну и так далее. И получается, что без вот этих фиксированных затрат у меня проект стоит 632 тысячи. Ну и у этих соответственно строк. Суммарных строк у всех. Совершенно другие значения. Если я использую вот эти фиксированные затраты, то 2 и 6, то это уже совершенно другая история. Вспомнить, что у меня вот эта задача, исходя из использования разработчика, стоит 84 тысячи, а это 168, а весь проект 632, вспомнить уже невозможно. Project нигде не содержит чистые, без фиксированных затрат, затраты на ресурсы. Ну, нам никто не мешает собственно эти затраты на ресурсы посчитать. Это поле затраты. Любое первое доступное для настройки можно взять. Здесь собственно там бесхитростная разница будет. Пока мы не говорим еще про фактическое выполнение, мне надо просто из вот этих общих затрат, которые накопили в себе, уже аккумулировали и ресурсные деньги, и фиксированные. Надо просто вычесть фиксированные. Вот и все. Ну, соответственно, в настраиваемых полях формула. Здесь мне достаточно будет математического оператора. Минус, разница, вставка поля затраты затраты, минус вставка поля затраты, фиксированные затраты. Окей. Переименовать затраты на ресурсы. Ресурсы. Окей. Затраты на ресурсы 168, 84. Все вернулось, только в суммарных строчках нет расчета. Так же, как для календарного времени. Но только вообще-то для фиксированных затрат, пожалуй, правильно использовать сумму, сведение суммы. Вот так вот правильно будет, потому что использовать ту же формулу, что для несуммарных строк, наверное, будет некорректно в этом случае. Ну, хорошо. Затраты на ресурсы. Если, например, понадобилось стоимость этих задач увидеть в другой валюте, то же, как это сделать. Я, в принципе, конечно, могу взять, допустим, следующее затратное поле, затраты 2, и разделить сумму в рублях на какой-нибудь курс доллара, евро или еще какой-то интересующий меня валюты. Но у меня и следующее затратное поле тоже будет отображаться рублями. наверное, это как-то не совсем удобно. Если я, например, в евро или в долларах хочу это посмотреть, то мне, кроме вычисления, надо выполнить вообще-то еще и преобразование в другую валюту. Как это, допустим, например, можно было бы сделать? Вот мы наверняка все знаем, что мультивалютных проектов в проекте не бывает. В отображении указывается единая валюта для всех ресурсов, для всех задач, для назначений, для всех периодов проекта, для бюджетирования проекта, рублей и рубли. А вот я хочу там рядом увидеть, например, столбец с расчетом, ну, допустим, в евро. Я воспользуюсь для этого текстовым столбцом. Это уже текст 4. Переименовать, давайте корректно его же переименуем, текст 4 переименовать, ну, я просто назову валюту, в деньгах, в каких-то других, не в рублях, валюту. Хорошо, хорошо. Что мне надо? Мне нужна формула. Собственно, вычисление простое. Мне надо вот эти там 84 тысячи, 168 тысяч разделить на текущий сегодняшний курс евро, если я в евро хочу посмотреть. Но если я хочу и символ валюты видеть в евро, тоже, то оболочкой в этом случае будет являться функция текстовая, функция формат. Вот этим форматом в текстовом поле я могу значение преобразовать в дату, в длительность, в процент, в валюту, в другую. Ну, конечно, соблюдая корректность, правильность указания вот этих аргументов. Первая неделя года, первый день недели, как и в случае с расчетом календарного времени, мне в данном случае не нужны, потому что я не дату вычисляю сейчас. Это не обязательные аргументы, а вот выражение и формат обязательные аргументы. Соответственно, в качестве выражения я подставляю общие затраты по задаче, разделенные на какой-то условный курс евро. А вот в качестве аргумента формат все зависит от того, в каком виде я хочу это число увидеть. И меня интересует евро, я, допустим, возьму международное обозначение валюты, если я ставлю в таком виде просто евро, то у меня само число отображаться не будет, мне надо еще формат числа указать. Ну и все зависит от того, какое количество знаков после запятой мне надо, чтобы отображалось. Ну, например, меня устроит вот такой вот формат валюты. Давайте проверим, посчитал прожит или нет. Окей. Еще раз окей. Ну, как-то так. Вроде бы посчитал. По-прежнему у нас в суммарных строчках ничего нет. В данном случае для суммарной строки никаких сумм, потому что это не числовое поле, текстовое поле, но я вполне могу использовать ту же формулу и просто увидеть в суммарных строчках тоже отображение в какой-то другой валюте. Такая функция формат, она в некоторых случаях бывает полезной, хорошей. В каких случаях еще, например, это встречается? Вот если, допустим, у нас есть, ну, так очень, к примеру, да, у нас есть еще какие-нибудь числовые, куча числовых полей, второе числовое поле, возьму, есть какое-то свое собственное, сейчас не буду придумывать по какому принципу, сделанное вычисление процента завершения по задаче. Например, я хочу, можем попозже посмотреть, по вычислениям, например, процента выполнения по физическому объему. Вот я его вычислил, да, не знаю, какие-то 25% в завершении. И я вижу это просто как число, а хочу увидеть как процент в числовом поле. Я ничего сделать с этим не могу, но зато могу рядом добавить текстовое поле следующее доступное текст 5 переименовать его в, допустим, процент выполнения для красоты я еще и числовое это поле тоже во что-нибудь переименую, это второе просто процент, чтобы аккуратно все данные хранились. И в этом текстовом поле, который процент выполнения воспользоваться по сути той же функции формат. Тоже я не время вычисляю, вычисляю выражение числовое это настраиваемое число число 2. Ну а формат, который меня интересует в данном случае, это формат числа, ну сколько знаков после запятой в процентах мы хотим видеть? Наверное, нисколько. 0 и 0% и кавычки закрыты. Синтексис простой. Еще раз. О нет, о нет, процент, проценты, да, на 100% разделить. Раз, преобразуем в проценты, вот, в таком виде, да, 25%. процентов. как-то так, да, можно, если тоже есть желание, как и в валюте, сюда добавлять количество знаков после запятой, если хотим процент видеть, не знаю, с какой-то невероятной детализацией. но это такой вариант преобразования текстового отображения, то есть, это не вычисляемая величина, точнее, в последующих расчетах неиспользуемая, сама-то она таки все-таки вычисляемая, для некоторых задач может пригодиться. Ну, вот, если говорить про такой отдельно взятый просто проект и про время от времени встречающиеся задачи, то, наверное, вот, общие принципы они такие, да, можно довольно много всего вычислить. Что, несколько вот еще важных вопросов, что происходит с формулами, если мы начинаем пользоваться консолидированными проектами. Да, я сейчас вот этот проект, пожалуй, просто закрою. И, например, у меня есть два подпроекта, в которых там происходят какие-то интересующие меня вычисления. Собраны потом эти два подпроекта в один общий файл. Ну, я увлекаться задачами сильно не буду, там какие-то три работы у меня есть в подпроекте, и какое-то, не знаю, числовое поле. Число один. Ну, я его даже, пожалуй, переименую. Назову его просто вычисление какое-то. Не знаю, что это такое, не важно. Окей. И давайте-ка для суммарных строк тоже, пожалуй, что-нибудь сделаем. Такая суммарная задача есть. Пусть это будет этап работы. А это две задачки А и Б. Ну, как-то так. Например, это поле в обычных полях поля свободного года. Я сюда ввожу какие-то значения. А вот в суммарных строчках я хочу посмотреть сумму, допустим. Ух ты, нет, формула мне не нужна. А вот в суммарные строчки я свожу сумму. Ну, 154. А это у меня какой-то, допустим, subproject. Subproject первый. Ну, окей. Вот есть такое поле. Есть второй подпроект. Ну, например, с такой же примерно структурой данных или с другой. это, собственно, не очень важно. Это, например, какая-то фаза работы и задачи не 1-2. Не АБ, а 1-2. И я хочу, чтобы у меня вот в этом подпроекте втором, я тоже сейчас сохраню, но только как подпроект уже second, а не first, subproject второй. Хочу, чтобы использовалось то же поле, что и в первом подпроекте. Соответственно, у меня сейчас бессмысленно добавлять числовое поле, потому что понятно, что это новый, там, свежий файл, и здесь у меня, конечно, в поле число 1 ничего не содержится, оно пока пустое. Я могу воспользоваться через настраиваемые поля или импортом поля, или сделать то же самое просто через другой интерфейс, через файл сведения, организатор, поля. настраиваемые поля. Я вижу, во втором подпроекте у меня настраиваемых полей нет, и в глобальном шаблоне у меня тоже никаких настраиваемых полей нет. Но зато в первом подпроекте есть вот такое поле вычисления, копирую его, оно попадает во второй подпроекте. Теперь я его во втором подпроекте могу уже добавить на экран, число 1, никаких значений у нас здесь нет, и сохранился вот этот расчет для суммарных строк, ну, я соответственно сюда какие-то другие значения добавляю. А потом я хочу вот эти два подпроекта объединить в один общий такой мастер-план. Создаю соответственно новый файл, сохраняем его как мастер, допустим, начинаю консолидировать через проект подпроект, подпроект первый, проект подпроект, подпроект второй. Поскольку у меня в обоих этих подпроектах собственно содержится поле число один, называемое вычисление, то как бы можно было бы как будто бы рассчитывать на то, что оно есть, отображается и в этом мастер-плане. Но и оно действительно отображается с какими-то своими значениями. Но ни имени этого поля, ни собственно вычисления в суммарных строках, ни вычисления общей суммы для всего мастер-плана я здесь не вижу. Поэтому если вы работаете по такому принципу, надо просто тоже не забывать через файл сведений организаторов добавлять, импортировать в мастер-план это поле ну и на самом деле из любого в моем случае из любого подпроекта вот это поле вычисления. Вот теперь собственно после этого я в объектах уже этого мастер-плана тоже вижу какие-то вычисления. Да, просто такой маленький нюанс он не про настройку полей, он про работу, он скорее с консолидированными файлами. Ну, вот так вот, коллеги, вы по ходу если у вас есть какие-то вопросы задавайте их потому что из того что осталось наверное может быть еще хочется продемонстрировать настройку которая запрашивается довольно часто пользователями но на мой взгляд выглядит даже по сравнению со штатными возможностями проекта выглядит неважно какой сложности будет вот это пучок этих настраиваемых полей выглядит довольно беспомощно но тем не менее давайте рискнем допустим я хочу посчитать сроки задач исходя из физических объемов физические объемы токов строительных производственных проектах там где есть принятые в отрасли или в компании нормативы по выполнению работ производительности по объемам нормативные принципы вычисления срока выполнения задач исходя из разных единиц измерения что-то измеряя какие-то работы измеряются там прокладка кабеля например погонными метрами какое-нибудь там допустим устройство котлована кубическими метрами что-то будет измеряться штуками или килограммами и вот один из таких часто встречающихся вопросов как посчитать сроки задачи исходя из физических объемов проект их вычисляет исходя из часов работы то есть он приводит все все работы неважно это прокладка кабеля или устройство котлована он приводит к одной универсальной единице измерения часа но например вот все-таки мы задались такой целью вычислить длительность задачи по физическим объемам ну соответственно создаю какую-нибудь работу ну пускай это например будет устройство котлована как бы это могло быть и как как бы это чем бы это можно было бы в принципе реализовать постараюсь немного времени на это занять не так много чего настраивать но тем не менее такое что есть ну наверное мне для каждой задачи для устройства котлованы давайте я там возьму прокладка для каждой задачи надо определить свою единицу измерения поэтому первое текстовое поле текст 1 пусть оно остается полем свободного ввода я назову просто единицы измерения ну и допустим устройство котлована это метры кубические прокладка камеры просто метры хорошо есть такое дело идем дальше это для красоты это не для вычислений дальше мне очевидно надо задать некий норматив производительность чем-то выразить это видимо будет числовое поле тоже наверное поле свободного ввода ну какая-то норма норматив тут мне надо конечно отказаться от единицы измерения и просто сказать что у меня там есть норматив устройстве котлована например 20 кубических метров для самой себя понимать что это в день или в час или во что и там какой объем бригады здесь предполагается но допустим вот у меня есть какая-то норма если она у вас как-то сложнее вычисляется то тоже разберетесь это простые арифметические операции прокладка кабеля прокладка кабеля например 100 метров но тоже видимо в день или как-то не знаю мы днями будем длительность вычислять так что видимо в день исходя из некого условного объема бригады которая будет этим заниматься ладно норматив есть теперь плановый объем текстовое поле просто добавлю текст 2 плановый объем тоже видимо поле свободного ввода куда я вношу сколько же кубических метров или там погонных метров мне надо сделать ну например не знаю 400 кубических метров 500 погонных метров и так далее я очень условные цифры беру и понятия не имею на самом деле нормативы но я думаю что понятно в чем смысл да такой плановый объем и вот тут я хочу например вычислить плановую длительность это будет длительность видимо поле длительность есть они у нас тоже расчетная длительность 1 но здесь переименую в плановую длительность здесь уже конечно нужны вычисления то есть мне надо плановый объем разделить на норматив и получить результат в днях порозненькая формула проект настраиваемые поля формула как помню число настраиваемое число плановый объем число 2 у меня что такое число 2 а это текст 2 нет так не годится текст 2 нам не не подходит удалить число 2 давайте плановый объем окей текстовое поле убираю число добавлю число 2 сюда возвращают 400 500 плановый объем и вот теперь вычисляем плановую длительность так ну что нам надо плановый объем разделить на вот этот норматив но если я оставлю в таком виде вот эту длительность то я увижу сотые доли в днях вот здесь в этом вычисляемом поле почему потому что project вычисления выполняет в минутах и мне недостаточно просто найти отношения в виде числового выражения мне надо еще определить количество минут в дне в каждом раз я хочу длительность мне project возвращал днями значит можно прописать это аргументом minutes per day а можно просто 480 да у нас 8-часовой рабочий день но если не 8-часовой то естественно другое какое-то число должно быть по 60 минут в каждом часе еще раз ok теперь я вижу что там 400 метров будет уложено за 20 дней кабель будет проложен за 5 дней ну хорошо какую-то плановую длительность посчитали теперь желательно рассчитать например плановое окончание ну давайте тоже сейчас погорячилось конечно плановое окончание это дата но тут конечно надо понять что мы хотим мы хотим настраиваемое поле дата или настраиваемое поле окончания я хочу настраиваемое поле окончания потому что его можно в отличие от даты вывести в стиле отрезков окончание 1 которое будет называться например плановым окончанием но это тоже вычисление у меня же есть длительность и у меня есть у меня что-то должно быть вот одна из один из таких одно из тонких мест вообще-то всех этих вычислений это дата начала как мы и говорили при вычислении календарного времени проект считает при типе планирования от начала дату начала ответственностью пользователя и поэтому пользователь там устанавливает предшественников последователей тогда когда речь идет о штатных величинах а как только они не штатные нам придется вот эту дату начала видимо как-то вручную регулировать потому что не факт что все 8 декабря начинается но допустим вот я оставляю 8 декабря мне надо вычислить плановое окончание исходя из 20 дней которые начиная с 8 декабря будут происходить это тоже формула функция это дата и время в данном случае мне нужна функция проч date add то есть мне надо добавить к дате какую-то длительность если мне надо не добавить а вычесть то есть такая функция проч date sum но у меня не вычисление у меня именно сложение и календарь как необязательный аргумент я уберу дата длительность все мне осталось подставить аргументы известные мне ну они условно известные сейчас-то я понимаю что я знаю дату начала в реальном проекте ее придется вручную регулировать и длительность вот эту вычисленную длительность вполне могу взять она у меня отображается настраиваемая длительность плановая отображается днями соответственно окей вот я вижу в рабочих днях 4 января и 14 декабря закончится каждая из вот этих задач теперь я хочу чтобы у меня отрезки задач соответствовали ну началом я все время буду оперировать начало-начало а плановое окончание вот оно я хочу чтобы у меня с 8 декабря по 4 января отображался отрезок с 8 декабря по 14 декабря как сделать ну это не настройка поля это настройка стиля отрезков конечно в моем случае это просто задачи а в реальном проекте придется все типы отрезков настраивать то есть и суммарные задачи и ручные и критические любые у меня это просто задача с начала но по не окончание задачи а по вот это плановое окончание окей ну теперь я вижу да что это там по 4 января и по 14 декабря такие происходящие задачи но на этом можно тоже не останавливаться если там сильный духом да и прям хочется не знаю что такое сделать из проекта бог знает что то можно еще дополнительно например добавить фактический объем да число 3 пусть это будет допустим фактический объем факт сюда добавить оставляем полем свободного ввода конечно можно еще посмотреть например следующее числовое поле число 4 допустим оставшийся объем но это уже сделать вычисляемым да факт я оставлю свободным а оставшийся объем сделаем просто разницей между плановым и фактическим настраиваемое число плановый объем минус настраиваемое число фактический объем плановый минус фактический окей еще раз окей да хорошо пока в остатке 400 и 500 пока не начали факт то еще конечно процент выполнения причем процент выполнения я сделаю я сделаю наверное числовым полем а не текстовым пусть там не будет символа процента но зато я смогу его использовать в вычислениях число 5 назову просто процент выполнения вычисления процента выполнения это отношение факта к плану умноженное на 100% простая формула для процента выполнения соотношение фактического объема и планового объема наверное у вас может как-то по-другому не знаю умноженное на 100% фактические плановые умноженные на 100% да ну пока 0% завершение как преобразовывать текстовое поле с символом процента это мы уже посмотрели дальше что я захочу например может быть еще вычислить допустим например еще фактическую фактическую длительность посчитать ну да это поле длительность у меня есть еще доступные поля длительность 2 ну фактическая длительность вот так вот ее назову чтобы отличалась от штатных названий сюда тоже задам какой-нибудь расчет какой-нибудь расчет это у меня процент умножить на плановую длительность и разделить на 100% настраиваемое число процент выполнения умножить на плановую длительность и разделить на 100% там где вы делите на какие-то числовые поля как допустим вот в предыдущем проценте завершения там скорее всего вам однажды понадобится функция if убирающая те строки в которых вот это число будет 0 чтобы у вас там не светилась ошибка я сейчас просто эту функцию if добавлять не буду я думаю что это для вас и так очевидно ну и я хочу отображать в том числе на графике ход выполнения то есть я хочу вычислить еще поле в project оно называется поле остановка или возобновление ну то есть это та дата до которой в отрезках диаграммы Ганта отображается процент завершения ну а я свое вычисление хочу сделать даты тоже возьму поле окончание 2 и настрою его approach date add на календарь возьму проектный как дату начала плюс вот эту фактическую длительность чтобы у меня отображался в том числе процент завершения пока у меня факта никакого нет и так далее я могу продолжить да и назову это поле выполнено по какую-то дату я могу продолжать долго то есть я могу еще задать там допустим какую-то дату начала использовать как базовое скопировать туда вот это текущее начало а штатное начало проекта использовать как фактическое начало уже с учетом перепланирования чтобы вычислить отклонения то же самое могу с датами окончания сделать но я пожалуй на этом остановлюсь да вот у меня есть какой-то вот такой вот набор данных и вот я начинаю отслеживать да у меня плановый объем 400 кубических метров за 20 дней и допустим я там первый 40 кубических метров сделала ну соответственно все рассчитывается оставшийся объем 360 метров 10 процентов завершения фактическая длительность 2 дня выполнена у меня эта задача что мне вот это вычисление мне очень нравится выполнена задача но явно не по 8 декабря где у меня дата начала начало 8 что здесь не так что это начало и фактическая длительность А, стоп, фактическая длительность, конечно, я же не ту длительность подставил. Мне же нужна настраиваемая длительность, а не реальная фактическая. Реальная фактическая у него, конечно, 0 дней. Вот эта длительность мне нужна. Вот, теперь у меня вычисляется вот эта среда 9 декабря. А теперь я еще, например, хочу вот эту среду 9 декабря добавить как стиль отрезка на ход выполнения для устройства котлована и всего остального. Тоже через стиль отрезков можно сделать формат, стиль отрезков, как надо найти, соответствующий отрезок, ход выполнения. И сказать, что это не с фактического начала, а с начала задачи. И не по поле завершено пол, а по поле выполнено пол. И окей. Вот, я теперь на графике вижу какие-то 10% завершения этой задачи. Ну, я думаю, суть понятна, да, что вот эти вот какие-то там специальные задачи, их в принципе чисто теоретически, конечно, можно решать в проекте. И можно было бы вот такую модель, такую конструкцию под свои вот эти физические объемы, если хорошо посидеть, подумать, под свои вот эти физические объемы настроить. Но мне кажется, что, например, то же устройство котлована, если уж вам надо физобъемы, можно было бы сделать и проще, и поизящнее. То есть это могло бы быть решение с использованием штатного функционала проекта, коллеги, если вы работаете с физическими объемами, поправьте меня, может быть, это не так. Допустим, вот я вообще в новом чистом там автономном файле создаю там такую же задачу устройства. Котлован. И я хочу вычислить ее длительность, исходя из, опять же, тех же самых физических объемов и тех же самых нормативов. Но я же могу воспользоваться имеющимися без настройки полей. Это сейчас, конечно, никакого отношения к настройке полей не имеет, но тем не менее. Воспользоваться имеющимися объектами, например, теми же ресурсами. Создать какой-нибудь ресурс, назвать его, не знаю, что я назову его, просто котлован, какая разница, как. Материальный. В метрах кубический. И назначить его на эту задачу, ну как это и умеет делать проект, с переменной нормой расхода. Вот, к этому норма была 20 кубометров в день, ну легко, 20 в день. Конечно, пока это однодневная задача, это всего 20. Но у меня зато в этом случае есть не только максимальная детализация, но у меня есть возможность и вычислений, и отображений повременных данных, и накопления повременного процента завершения, и накопления повременных, базовых, совокупных, любых, там, трудозатрат, фактических трудозатрат. Если у меня норматив 20 метров в день, и у меня задача однодневная, а общий объем я по этому назначению определяю, как сколько там было, 400 метров, то у меня рассчитываются те же 20 дней в задаче. И я, более того, я вижу вот эту вот информацию. Я могу задать базовый план, я могу ввести, ну я дальше уже не буду рассказывать, и ввести реальные, фактические трудозатраты, и видеть все. Теперь, да, давайте я даже далеко уходить не буду, совокупные трудозатраты, сколько там должно быть здесь. Ну, то есть у меня здесь информации в таком варианте, без всякой настройки полей. Больше по факту потом внести, что я позже начала там эти кубометры-то делать, отклонения увидеть сразу же там и в начале, и в окончании, без всяких настраиваемых полей. Здесь, как бы, мораль такая, тут в проджекте много своих штатных возможностей, и усложнять их стоит, вот эта настройка полей тогда, когда уже исчерпаны те, которые есть в самой программе. Ну, тут, в принципе, тема бесконечная, можно было бы, конечно, еще очень долго про это говорить. Звоните, спасибо вам, всем удачи. Спасибо. 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 Спасибо.